Так, дорогие коллеги, сегодня мы вспоминаем одного из старейших сотрудников нашего института, чем действительно старейших сотрудников института, Алексея Валентиновича Вольно-Синецкого. О нем вспоминать будут несколько человек, а потом обращаемся к залу, кто хочет добавить воспоминаний, ради Бога. Так, я начинаю не потому, что я сумел захватить это место, а потому, что у меня просто официальные две цитаты. Первая цитата – характеристика, которую... Сейчас я переменю свои очки. Дадина 14 июня 1956 года. Но с первых слов характеристики вы поймете, чья она. При реорганизации института в 1950 году перешел на работу в руководимый дною коллектив с начала физиологической группы, потом лаборатории эволюционной физиологии и в настоящее время института эволюционной физиологии. Воин Иосинецкий с первых шагов проявил себя как вдумчивый, серьезный и самостоятельный научный работник, способный не только вести личную работу, но и помогать товарищам по лаборатории, а также исполнять специальные научно-организационные поручения. Он имеет серьезные научные достижения в различных областях физиологии. Наряду с научно-исследовательской и организационной работой воин Иосинецкий принимал участие в общественной жизни коллектива. Являясь заместителем-председателем месткома, он постоянно занимается укреплением своих познаний в области марксистско-ленинской философии. В 1953 году окончил вечерний университет марксизма-ленинизма. Вполне соответствует требованиям, предъявляемым к научным сотрудникам. Директор Института эволюционной физиологии имени Сеченова, академик Арбелий. Личная подпись Леона Мгарча. Вот мое вступительное слово о Алексею Валентиновичем. Все остальное скажут мои коллеги, а потом и я тоже. Первым словом предоставляется, можно без титула, Николая Петровича Лесенкина. Дорогие друзья, я, к сожалению, не могу похвастаться столь же длительной дружбой с Алексеем Валентиновичем, но знаю, я его действительно давно, очень его любил, думаю, что он даже ко мне хорошо относился, мне так кажется. Значит, ну и в силу и обстоятельств, и другого всякого многого, и того, что мы все-таки в институте эволюционном, я думаю, что будет не вредно вам. Многие скажут и о заслугах его научных, значительно больше, я чуть-чуть скажу тоже. Но прежде всего я проговорю о фило-ионтогенезе Алексея Валентиновича. И вы увидите историю не столько самого Алексея Валентиновича, его в том числе, сколько рода воина-ясенецких, илиясенецких воина, или даже воина, которая начинается очень давно. Вот посмотрите, может быть, это все-таки будет тоже вам интересно. Значит, Алексея Валентиновича война-ясенецких. Войны, это происходят они из Польши, хотя на самом деле, оказались они в Польше, это уже, так сказать, эмигранты. В Литве уехали из России, это российские войны, потом они стали война, война или война. польские, литовские, дворянские роды герба трубы. Вот этот герб трубы, который принадлежит всем детям, этих самых воинов, которые там происходили. Поэтому я считаю, что это в какой-то степени заслуженный вполне унаследованный герб Алексея Валентиновича. Значит, начальник их, воин Матвеевич Гречина, переселился из северского княжества в Литву. В Литвии они были неисходны. И это было сильно давно, как вы видите. Они были из русских князей. И подчеркивалось в источниках, что они были из Руси, а не из России. То есть, в России еще не было, была только Руси. Так что, видимо, это со времен Чудыни Киевской Руси вообще все произошло. И, соответственно, все это произошло до монгольского нашествия. И вот как пишется там в каком-то описании всей этой истории, в основном источники литературные, конечно, касаются, прежде всего, Луки. А не так много, но, значит, там пишется о том, что это все происходило тогда, когда Литвая недолго была православной, которая была исходной, сначала была православной, а поляки еще были терпимыми. Потом они перестали быть терпимыми. Ну, кто его знает, как там все сложилось, но они стали католиками. И первым был адом воина, получивший в 1935 году от князя Борислава Мазарецкого имение в Бельской земле. И потомство адома воина разделилось на дожество Литвей. Вот вы видите, там, значит, появились воина Шума, воина Петский, воина Скварки, воина Трупники, воина Аранский, воина Исенецкий в том числе, и воина Исенецкий-Жеретинский и прочее. Вот это, из этого все пошло. Значит, они со штабами царства Польска постепенно мельчали, и имена воина Исенецкий имеется и среди польских, и литовских властителей, и среди знати всяческой. Но дальше все это стало сходить потихенно на нет, и они были местниками, стольниками, каштелями и прочее, прочее, прочее. В конце 17 века должности, которые занимают воины Исенецкие, начали мельчать, и рот бледнеет. Отец святителя, Феликс Станиславович Исенецкий, воина, 1841, приблизительно 931, потомственный баринец Сеннинского уезда Могилевской губернии. Точное место рождения не установлено, годы места гимназической учебы остаются неизвестными. Установлено, что в 1862 году Феликс Станиславович Исенецкий был удостоен звания аптекарского помощника. В основном он и так и пребывал в течение всей своей жизни, большую часть своей жизни. Он занимался аптеками, был и владельцем аптеки, и служил в аптеках, но, соответственно, окончил факультет медицинский Киевского университета. Это немножко о самом отце. В 1940 году он начинает работать главным агентом в Киевском отделении надежды под надеждом правового общества. Это уже после карьеры своей в качестве аптекаря, на закате своей жизни, он стал уже чиновником, чиновником банковским. И там достаточно высоко, но недолго. И уже в 1901 году он возвратился к обязанностям главного агента от инспектора киевского отделения. И постепенно, уже когда он на закате своей жизни, в Киеве без работы было тяжело содержать ему и семью, и квартиру, и он перебрался в Черкассию. По-видимому, там и умер. Где-то в районе 1901 года на год не прошил, пережив свою любимую супругу по-видимому десеменскую войну. Вот теперь дети. Детей было много. Их было 14. Но, как часто бывает, в таких семьях в живых осталось не всего потомства. И тут тоже, вероятно, не все даже и живые перечислены. Значит, его первенец, сын Владимир, был юристом и впоследствии присяжим поверен в городе Черкассы. Вот годы жизни его там вы видите. Второй сын, Александр, 14 апреля 1974 года, родился в Киркопе. По-видимому, уже недолго. Неизвестно когда. Всего тут еще повторяется, что было 14 детей. Валентин Феликсович, известный нам, и о котором дальше пойдет речь, и который, так сказать, является родителем нашего, дорогого Алексея Валентиновича, он был третьим ребенком. Третьим ребенком в семье. Там была еще дочка, Ольга Феликсовна, воина Синецкая, в 1876 по 1901 год. Пианистка. Но судьба ее сложилась печально, она, в общем, после ужасов Хадыньки это дело не пережила, помешалась и не сорвала. В Киркопе родился еще третий сын, Валентин. Вот это и есть будущий святитель Лука, вольный Синецкий. Крещен был 14 мая 1977 года в Святогорецком Сабуде. Теперь уже дети. В 1972 году родился Владимир. Владимир избал дети святителя. Это уже поколение Луки. Сын Владимир родился в ноябре 1972 года. Юрист. Жил в Черкассов Киевской губернии. Все они, в общем, прожили довольно то, как вы видите, жизнь этих. Второй сын, Александр, родился в 1974 году в Перекопе, но жизнь его была непродолжительной уже. А, ну это повторяет, собственно, то, что я вам говорил. Пардон меня, я попыхал, значит, ты повторил слайд, и как бы на мать читаю, не разбираю, а то, что было у меня пишут. Значит, в Херсоне в семье войны Есеневских родился еще один сын, сын названный Павлов. Почему я вывел его среди этих 14 отцов, потому что, не доказано, но есть основания думать, что крестом отцом его был, как написано, потомственный дворянин Станислав Иосифов Есеневский воина, то есть по-видимому дедушкам. Дедушка приехал специально по такому случаю и участвовал в крещении Павла. Павел был юристом и впоследствии стал криминалистом. Видите, до 20-го года по-видимому дедушкам. Ну вот, Валентин Феликсович, интересующий нас по вполне понятным основаниям. Я просто скопировал то, что было написано в биографии его. Он взял в жены Анну Васильевну Воскрута. Когда они женились, а брали в жены. Ну вот, взял в жены Анну Васильевну Воскруту и жил с ней, к сожалению, не долго, но счастливо. Она довольно рано скончалась от, как часто тогда бывает, от туберкулез. Вот дети. Значит, Валентин Феликсович Валентин Феликсович Война Осенецкий, в 905-м году, повторяется, взял в жены Анну Васильевну Воскруту, между 7-м и 13-м годами родилось четверо детей. Михаил Валентинович Война Осенецкий, седьмой, 93-й, Елена Валентинова, Война Осенецкая, 908-й, 71-й, Алексей Валентинович Война Осенецкий, 909-й, 985-й, как вы понимаете, это значит наш. Значит, в это время, я тут поставил эту строчку, Валентин Феликсович Война Осенецкая, получил место главного врача больницы Переславля-Завеста. Ну, у меня к этому имеется свое личное отношение, потому что в это время Переславля-Завеста это наше, так сказать, програмная волчина, все мои предки Переславля-Завеста. И вот то, что он был в больнице, в это же время мой прадед, Петр Михайлович Альбийский, который все годы лето проводил Переславля-Завеста, где был, в общем, он врачом, хотя он был Атологом по врачам, и также занимался практикой, для этого он занимался тем, что он не только охотился, но он еще принимал больных в Переславле. Вот в той самой больнице, так что они, в общем, это я знаю исторический факт, они были знакомы там, встречались, и вместе занимались один, так сказать, по обязанности, другой, по велению души, занимались лечением и отчаянием местного населения. Больничка маленькая, больничка, и сейчас она там стоит, но она немножко изменилась, но когда у меня какой-то приключился, я порезал себя очень основательно топором, отец меня возил, в этой самой больничке, рядом в домике, это все, значит, все стерплено и сейчас. Вот, второй сын, Валентин Валентинович, тоже родился там же, в Переславе, и затем все они так или иначе стали медиками. Значит, кто есть кто из них? Профессор Михаил Валентинович Майна-Язиневский в 60-е годы работал в БНР, в Институте экспериментальной медицины, заведовал анатомическим отделом. Валентин Валентинович, младший сын, выдающийся патологоанат, доктор медицинских наук, основатель лаборатории патоломорфологии в Институте Филатова в Киеве. И там, в общем, он и кончил свою жизнь. В Валентин Валентинович? Ну, в Украине, я имею в виду. По-тесту, ты прав. Алексей Валентинович Майна-Язиневский, доктор медицинских наук, профессор. В 56-м году в Министинстве Министерина Абгарыча он был одним из первых приглашенных к нам в Институт. И вот те, кто помнит эти годы, когда в Институте в общем-то было всех много, Алексей Валентинович был одним из первых. Я хорошо помню соседание ученого совета первого. Почему-то странно, я не могу понять, почему, но оно происходило на первом этаже, где-то в районе лаборатории из Польского последующей работ. И там среди корифеев, которые мне оказались тогда, а я был еще только-только кончившим Медицинский Институт в Морчишке, очень солидная публика, все были, среди них был очень серьезный, солидный Алексей Валентинович Бальдисемецкий. Вот. Вот, собственно говоря, исторический обзор я кончил. Дальше это я повторил герб в Войнах Сьевских, который так же так, где мы относимся к Алексею Валентиновичу, он его заслужил. А это творение Протоса среди прочих наших корифеев у него есть плеяда череда рисунков, на которых многие в той видной степени шаржа или любви и похожести изображений. Вот, Алексей Валентинович уже на 100 лет со своей неизменной сигаретой во рту. Таким мы его многие помним, я думаю. Так что я вас благодарю за внимание обоззавит исторический очерк. Ну, а несколько слов о самом Алексею Валентиновича. Ну, что ж, научные заслуги его велики, конечно, несомненно. Причем я должен сказать, что вероятно, к нашему стыду его направление и его идеи остались в какой-то степени незаслуженными, незаслуженно забытыми. Потому что казалось, отчасти, может быть, это надуманная история с ритмической активностью, со связью ее с развитием, с ней системой, но история справедливо показывает, что начиная с кибернетических устройств и кончая головным мозгом и центральными образованиями мозга, ритмическая активность является обязательной составляющей частью физиологии мозга. И в этом смысле предвидение Алексея Валентиновича создания этого направления и очень хотелось бы, чтобы оно успешно развивалось именно в нужном направлении, оно, несомненно, является очень важным. И в какой-то степени это и его заслуга. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что мы еще сегодня много услышим хорошего замечательного человека. Еще я буду сказать одну вещь, которую надо вспомнить. Мы всегда оцениваем человека по тем, что он сделал. Ну, в какой-то степени я подвижу это самое, но это неизменно связано еще с тем, каким он был. Алексей Валентинович это тот человек, о котором ничего нельзя сказать плохого. Это исключительно порядочный, исключительно добрый, исключительно честный и приятный во всех отношениях человек. человек. Все, спасибо. Можно? Все равно все. Так, следующий Сергей Владимирович и что он говорит будет, он сам и скажет. А, у меня опять к Алексею Валентиновичу штрих Абсолютно. Я обнаружил его страшно гордо. Алексей Валентинович защитил кандидатскую диссертацию в 1950 году и это происходило в Фине под председательством Леона Гарча на заседании ученого Совета 27 мая 1950 года. Для забывших могу сказать, что Павловская сессия началась 28 июня 1950 года. То есть совсем накануне. тоже штрихи нашего времени. Все, извините. Ну, коллеги, мне досталась роль довольно-таки тяжелая и неблагодарная, поскольку я должен рассказывать о человеке, с которым непосредственно не встречался, людям, которые с ним проработали много лет бок о бок. Тем не менее, стараюсь изложить материал, который имею, и прошу прощения, есть ли будут какие-то неточности. Итак, Алексей Валентинович родился 19 ноября 1909 года в селе Саратовка Балашовского уезда Саратовской губернии в семье Валентина Федерина Живой и Синецкого. Вот эта фотография 1910 года пробитель того возраста, как раз когда родился Алексей Валентинович. Анна Васильевна врожденная в Анскаре родилась в 1981 году и следующий человек, который стал неотъемлемой частью их семьи, о ней я буду говорить немножко позже, это София Сергеевна или по другим источникам Софья Сергеевна Берецкая, это операционная сестра воина Синецкого, которая была в Ташкенте, у него было шапошное знакомство чисто служебное с ней, но которая сыграла очень большую роль в последующей судьбе детей от воина Синецких. Итак, первый год жизни Алексей Валентинович провел в селе Романовка и в 910 году они приехали в Преславль-Залезский. Вот эта фотография, сделанная в тот период, это Валентин и Алексей. Валентин родился, как уже мы говорили, в 913 году и разница между ними соответственно пять лет. Преславль-Залезский семья прожила шесть с половиной лет. В 917 году из Одессы приехала старшая сестра Анны Васильевны, которая пережила смерть дочери и привезла с собой вещи умершей. И эти вещи стали концом для Анны Васильевны. Она заразилась от одеяла, привезенного из Одессы, а дочь умерла от ее племянницы, умерла от туберкулеза. И в 1917 году у нее начался туберкулез. В это же время Валентин Федорович Война-Сенецкий получил предложение возглавить больницу в Ташкенте. И вот эти два события заболевания жены и место в теплых краях они совпали и семья в начале 1917 года переехала в Ташкент. В Ташкенте они прожили до 1919 года все составы и осенью 1919 года Анна Васильевна не стала. Буквально на следующий день Валентин Федорович пришел к Софии Сергеевны Белецкой и попросил ее стать для его детей приемной матерью. Вот я говорил что они были знакомы но чисто рабочие отношения тем не менее вот видение которое было в ночь смерти жены и навоженность и так сказать семейные обстоятельства Белецкой сложились так что она приняла на себя гроз вести вот этих детей в жизнь. вот здесь на фотографии так давайте вернемся еще значит вот София Сергеевна и она же с детьми воин Синецких вот это вот Валентин это Алексей это дочь Елена это приблизительно 20-й год в 23-м году случилась первая ссылка Валентина Феликсовича это совпало точнее это повлекло за собой выселение семьи из казенной квартиры где они жили и их сместили в комнату которая занимала София Сергеевна чтобы там поместиться детям пришлось сделать двухъярусные нары прошло представляли как складывалась судьба Алексея Валентиновича они сделали двухъярусные нары и на этих нарах вот жили жили они на 20 целковых которые получала София Сергеевна будучи операционной сестровой в 26 году значит из ссылки приехал Валентин Феликсович вот фотография Алексея и Валентин и здесь же они в этот период Алексей и Валентин в это время Алексей Валентинович помогал отцу кто-то лишился официальных всяких должностей в больнице занимался частной практикой и Алексей Валентинович помогал ему в этот период работы регистратора в поликлинике в 29 году Алексей Валентинович закончил в 30 году Валентина Валентина Феликсовича снова забрали в очередную ссылку в 29 году закончив школу Алексей Валентинович сменил скажем так несколько месяцев работ он работал в качестве фотографа в экспедициях среднеазиатской станции защиты растений в Узбекистане и Туркмении ездил поучаствовав в графических съемках при проектировании эрегационной системы Вашской долины и в низовьях Амударьи работал на Панамире в составе Ташкентского географического общества и в качестве чертожника и топографа работал на строительстве Дельверзинской степи это знаменитая голодная степь которую начали после революции восстанавливать в ноябре 1933 года Алексей Валентинович приехал в Ленинград год перебивался случайными заработками и в сентябре 1934 года он поступил на биофак Ленинградского университета и попал на кафедру к Алексею Алексеевичу Ухтунскому проучившись там до 1938 года он подал заявление на перевод в экстронат Алексей Алексеевич это дело одобрил и рекомендовал ему обратиться к Арабелле для поиска работы и не только одобрил но судя по всему он связался с ним и Алексей Валентинович приехал пришел к Арабелле который направил его в Колтуши в лабораторию Рарата Мартыновича Рексаняна в этой лаборатории Война Ясенецкий проработал полтора года в 1940 году он экстерном сдал государственные экзамены и на следующий день получил из рук Алексеяна приказ о назначении его младшим научным сотрудником первая самостоятельная работа которая была поручена Война Ясенецкому это было изучение функции гангрифиноградной улитки была выявлена различная роль церебральных и педальных гангриф и подтверждена опровергнутые взгляды широко тогда известных работ Иордана и подтверждена правота высказанного Арабелле предположения об адаптационно-трофическом регуляции управления автоматизмом локомоторной системы против многих моллюстов В 1941 году началась война с первых же дней работы начали сворачиваться и в сентябре 1941 года в Полтышах осталось три научных сотрудника в том числе и Алексей Валентинович Леон Абгарыч поручил институт пардон я упустил это все время идет речь об институте эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности имени Павла Полтыш значит руководство институтом было поручено Беспалу человеку который проектировал все здания это бывший архитектор ну или не бывший архитектор который проектировал здания Колтышской станции и вот эти три научных сотрудника они поддерживали жизнеспособность Виваре в институте так продолжалось до августа 42-го года когда воин Исеницкий получил предписание из главного санитарного управления Красной Армии прибыть в Москву и привезти туда для работы обезьян которые были в Колтышах к тому времени сложилась ситуация что сухуми стало недоступно и в Москве для работы понадобились обезьяны Алексей Валентинович прилетел в Москву был там мобилизован и прокомандирован к научному военно-санитарному институту Красной Армии для проведения экспериментов с обезьянами в 43-м году эта работа себя исчерпала и Алексей Валентинович был приведен в состав лаборатории авиационной медицины эта лаборатория была создана на РБЛ в Москве на базе военно-медицинской академии под руководством полковника Михаила Павловича Бресткина и там изучали действия на организм летчиков в перегрузах связанных с катапультированием и пикированием параллельно там шли работы по изучению состояния организма летчиков при подъеме в тротосферу и дыхании в газовом смеси в конце 1944 года Алексей Валентинович был переведен сюда в Ленинград на кафедру физиологии для работы в БАР лаборатории военно-медицинской академии результаты этой работы были опубликованы в 1946 году в реферате о действии высокого фарциального давления кислорода в сборнике реферата в Аймэн в августе 1946 года после демобилизации и возвращения в Колтыш в Институт эволюционной физиологии и патологии Алексей Валентинович продолжил работу начатую в военно-медицинской академии но уже на животных это были круглороды рыбы амфибии рептилии и теплотронии всего было 8 классов животных результаты было показано что при кислородном отравлении происходит распад функций центральной нервной системы с постепенным возвратом к механизмам координации свойственным ранним стадиям гигенеза результаты этих исследований как раз и были в основу кандидатской диссертации анализ физиологических механизмов кислородной эпилепсии с точки зрения теории эволюции функции которая защищена в 50-м году дальше я вынужден немножко перепрыгнуть через годы нарушив хронологию вот по результатам той работы которая делалась в военно-медицинской академии и в Колпушах после генобилизации в 58-м году вышла книга Алексея Валентиновича отражение эволюционных закономерностей в эпилепсиотофорной реакции животных и действия высокого парциального давления кислорода мне бы хотелось зачитать предисловие два фрагмента предисловия которые написал Леон Абгарович к этой работе значит выход в свет книги воина-ясенецкого отражения эволюционных закономерностей эпилепсиотофорной реакции должен рассматриваться как один из праздников советской науки проследив у каждого представителя картину связи развивающихся в опыте расстройств с ходом развития моторных функций в антогенезе он отчетливо показал что общей закономерностью является последовательное выключение антогенетически молодых функциональных систем с одновременным раскрепощением более ранних и с выявлением таких функциональных взаимоотношений которые свидетельствуют о механизме возникновения и перестройки нервных координаций и интеграции в антогенезе и обратного развития их под влиянием данного отогенетического агента принцип функционального отражения эволюционной закономерности в картине некоторых патологических процессов нашел в работе воина-ясенецкого новое бесспорно богатое подтверждение при сопоставлении этих находок автора с данными некоторых других физиологов эволюционистов общей скономерности становятся особенно очевидными вот это настолько емкое вообще обобщение содержания работы что дальше я позволю себе упустить часть выводов которые сделал Алексей Валентинович в своей работе но вот здесь здесь я привожу табличку на каких животных были проведены эти эксперименты можно поглядеть что это было начиная с дождевого червя через сранчу гусениц миноги вьюнов ящериц и дальше до кроликов то есть 8 классов животных 3 типа и вот для этого слайда последняя опять-таки не хочется зачитать заключение к предисловию Леона Абгарыча которая в принципе определила весь дальнейший научный пункт войны Синецкого мне остается только выразить надежду и даже уверенность что добытый Алексей Валентинович войны Синецким факты и сделанные выводы будут не только дальше расширены и развиты им самим но вызовут дальнейшее изыскание других исследователей это вот август 57 года значит здесь вот можно увидеть как выглядели записи по которым работал Алексей Валентинович это последовательные судорожные реакции в ЮНА С-образные судороги и С-образные переходящие в кольцевые и здесь две таблички вот в этих табличках очень четко видно здесь идет амфибия и здесь идет рыба и очень четко прослеживается динамика изменения двигательных реакций которые складываются в процессе эмбриогенеза и которые потом возникают при кислородном отравлении вот совершенно четко пункт за пунктом идет в обратном порядке смена форм двигательной активности здесь то что это не проходящая работа которая в общем-то гордилась в институте вот свидетельствует эта фотография где Евгений Михайлович Крепс в присутствии Гаверина Война-Ясенецкого Москаленко представляют монографию Война-Ясенецкого профессору Петруччу ну и два вывода которые в общем-то дополняют предисловие Лена-Ясенецкого Усложнение состава двигательных нарушений эпилептофорного симптома комплекса связано с филогенетическим совершенствованием механизмов локомоций и установочных реакций эволюционное развитие функций вносит в способ разреагирования только усложнение формы внешнего выражения реакции не меняя самого способа весь симптом комплекса кислородной эпилепции является следствием регрессивного изменения деятельности центральной нервной системы под влиянием сжатого кислорода в первую очередь разрешаются функции высших этажей центральной нервной системы благодаря чему раскрепощаются функции подчиненных ну и возвращаясь к хронологии наступил 50-й год прошла объединенная сессия Академии наук Академии медицинских наук Леон Абгар Чарбелли потерял многие как свои учреждения так и многих своих сотрудников в физиологическом институте произошла реорганизация в числе уволенных из него оказался и Алексей Валентинович будучи уволенным он был зачислен в группу для был зачислен в группу для индивидуальной работы Академии Карбелли располагавшейся на проспекте Маклина в помещениях естественно-научного института имени Весгофта как потом отмечал Евгений Михайлович Крэмс жизнь Алексея Валентиновича в эти годы была моральным подвигом когда он рисковал не только научной карьерой но и всей своей жизнью в 1954 году научная группа была преобразована в лабораторию революционной физиологии и все эти годы тяжелые годы Алексей Валентинович был рядом с Леном Гарчем вот здесь та четверка которая в общем-то была наверное ключевой в Холтушах это Волохов Александр Александрович Волохов Рарат Мартынович Александр Александр Леон Абгарович и Алексей Валентинович ну и не только значит в рабочей обстановке вместе они были и на каких-то вот это если не ошибаюсь 1955 год когда была какая-то экскурсия на теплоходе и это дачные фотографии на даче Леона Абгаровича в Комарово где он тут с сотрудниками и с Алексеем Валентиновичем в конце 40-х в начале 50-х годов был большой интерес во всем мире и наша страна не была исключением к действию ионизирующей ионизирующей радиации на живой организм в коллективе Арбели Войли Синецкий начал исследование действия гамма-лучей на эмбриональное развитие животных я я вдаюсь с лишним в науку или нет вы мне скажите я буду сокращать не про возможности не надо сокращать ладно значит его работа была связана с изучением процессов эволюции оплодотворения в эмбриональном развитии лягушек после воздействия гамма-излучения и здесь было показано что основным объектом поражения являются нераполовые клетки однако даже в тех случаях когда оплодотворение наступало у потомства возникали массы нарушений эмбриогенеза и пасматального онтогенеза вместе с тем в опытах воин и Синецкий обратил внимание на то что развитие моторных функций спинного мозга подвержено нарушениям в минимальной степени по сравнению с другими системами в 54-55 году в группу воина Синецкого пришли Арнольд Викторович ну или в порядке исследования Галина Евгеньевна Свидерская и Арнольд Викторович Порсяг и с их приходом начались работы по изучению гамма-облучения на кровь и развития функций спинного мозга на куренных эмбрионах облучения подвергались эмбрионы в разные периоды развития нервной системы оказалось что у эмбрионов после облучения сохраняется вся онтогенетическая динамика развития моторных функций но происходит временное смещение в сторону замедления позже возникают спонтанные движения позже возникают рефлекторные реакции Арбели высоко оценил исследования Алексея Валентиновича и он писал что выполненные им воины Синецким в этой области исследования дали новый интересный фактический материал в одной из самых существенных проблем традиобиологии в эти шесть годы на базе педиатрического института Алексей Валентинович начал работы по изучению двигательных реакций у новорожденных детей вот эта работа была опубликована в 1955 году в известях Академии педагогических наук помимо своих прямых обязанностей группа Алексея Валентиновича занималась и операцией на теплокровных животных вот здесь может быть кто подскажет мы не смогли выявить задачи которые стояли перед группой это опыты на кроликах опыты делались по заказу Леона Абгарыча но с какой целью есть расхождение поэтому вот та тайна которая не помнят и очевидцы здесь значит Алексей Валентинович Галина Евгеньевна Слеберская почту не помню Кронберг Дворсян значит наступил 1956 год и хотя уже в 1955 было известно что институт будет в 1956 совершилось создание института на базе академической группы и определяя задачи и планировая деятельность института Леон Абгарович особое внимание уделял изучению антогенетического развития животных Война Есенецкий возглавил в этом институте лабораторию развития нервной деятельности животных в антогенезе вот здесь первый состав его лаборатории часть сотрудников до сих пор здравствует к сожалению вот из реального из этой фотографии только Кира Александровна Кира Александровна Зайцева которая не смогла сегодня в последний момент прийти значит первой задачей поставленной перед коллективом лаборатории было продолжение исследований по изучению действия радиационного облучения стало продолжение развития исследований последствий влияния радиоактивного излучения и ряда других физических факторов на созревание и двигательную активность куриных эмбрионов другие факторы это был звук свет и этим занимались Бурсианс Свидерская и Полякова параллельно шло изучение врожденных рефлексов у детей и двигательной активности громинга у новорожденных животных этим занимались воины Синецки Мерик Простодонян Молоховская и Дмитриевы вот здесь на фотографиях Людмила Евгеньевна Дмитриева с Деборой Борисовной Молоховской занимались изучением громинга а на соседней фотографии Людмила Алексеевна Полякова Людмила Евгеньевна Дмитриевна и Алексей Валентинович анализируют полученные данные на следующей паре слайдов Алексей Валентинович Сарнов Викторович Галина Евгеньевна и Симмерман работают над установкой по инкубации империонов курильного империона Несмотря на всю загруженность коллектив находил время и для посиделок в стенах института и Алексей Валентинович вывозил своих молодых сотрудников на природу загородные поездки на Новозовские озера где он ловил рыбу помимо научной работы Алексей Валентинович в это же время много внимания и сил уделял научно-роганизационной работе он активно участвовал во многих делах связанных с созданием института и вот здесь вот видно это фотография где первый котловат института и стоит Леон Абгарыч Леон Абгарыч Арбели и Алексей Валентинович Война Синецкий об этом периоде Арбели писал что Алексей Валентинович Война Синецкий руководимый мною коллективе является одним из основных работников и в значительной мере обеспечивает успех работы Война Синецкий помогает мне по вопросам пронесенного характера и по научному руководству в это время Алексей Валентинович возглавлял межведомственную группу которая занималась разработкой научных планов структурой плановых заданий на строительство радиобиологического отдела физтеха в Гатче ну значительное место он уделял редактированию книг статей и вот благодаря большим усилиям и настойчивости Алексея Валентиновича появилась возможность было получено разрешение на установку вот этого вот памятника работы скульптора Эпифанова существующие в те годы методические трудности выбрав физиологических исследований проявили Война Синецкого и его сотрудников к необходимости усовершенствования методических приемов регистрации двигательной активности это электрониография у эмбрионов и новорожденных животных энцефалография у новорожденных животных в условиях свободного поведения большую помощь в то время лабораторию оказывал Евгений Юрий Евгеньевич Маскаленко который насколько я понимаю вел всю техническую работу было показано что онтогенетическая динамика паттерна сократительной активности изолированных тканей амнионокуринтного эмбриона и двигательная активность плодов новорожденных животных имеют сходную новорожденных крысят имеют сходную направленность установлено что на ранних стадиях развития в структурах головного мозга имеется ритмическая активность сопоставимая по параметрам и совпадающая по времени со вспышками моторного возбуждения это дало основание Воне Синевскому рассматривать так называемые сонные веретены и другие ветеринаобразные веретенообразные потенциалы головного мозга как проявление первичной эндогенной периодической активности далее было включение в круг объектов исследования лаборатории не только теплокровных но и некоторых представителей беспозвоночных животных что позволило существенно углубить знания не только антогенетических но и филогенетических закономерностей эволюции функционерной системы вот чтобы выполнить эту работу сотрудники лаборатории выезжали в экспедиции на побережье Белого и Японского моря что дало возможность получить много новых данных о формировании афтератмического возбуждения в краевых гандлях медуз вот это снимки японаморской экспедиции здесь Алексей Валентинович Галина Евгеньевна Свиверская Людмила Алексеевна Полякова и Арнольд Виктор Жепурсян вот это домики где они жили где они обрабатывали свои видения на пеньках краевые ну и ловля объектов исследования здесь я хочу вам показать вот то что они наработали в те экспедиции здесь представлены на вот этом слайде сократительная активность с цифрами медуз это цианые и аурелия вот цианые и аурелия это различные паттерны двигательной активности и гидромедузы которые они выловили на белом море помимо работы на чисто интактном животном работа проводилась и с использованием операционных вмешательств вот здесь на на цифрами дозах показана изолированный активность изолированного сегмента купола с цифрами дозы это активность эфира цианые и дальше идет активность в среде повышенного магния у препарата скажем так с вырезанными краевыми ганглиями и просто изолированный вот сегмент купола на основании всех этих работ которая была опубликована в 79 году Алексей Валентинович в заключении написал такую фразу исследование развития вонтогенезе лакомоторной функции с цифрами доз дало факты подтверждающие правильность гипотезы предполагающие что истоки первичных механизмов развития функций нервной системы теплокровных животных восходят к эпохе зарождения жизни на нашей планете несмотря на огромные прогрессивные изменения которые претерпела нервная система на филогенетическом пути основа ее развития вонтогенезе осталась принципиально неизменной и у медуз у теплокровных один и тот же ауторитмический механизм процесса возбуждения и та же их периодическая организация вот вроде бы проходная статья на непрофильном для лаборатории объекте но характерен вывод который очень глубокий и вообще охватывает далеко выходящие за рамки статьи делающие далеко выходящие за рамки статьи выводы когда-то в беседе с одним из наших ученых мне было сказано что ой у Война Ясенецкого там полно натур философии вот я не знаю на мой взгляд когда человек занимается фундаментальными исследованиями то это не упрек наверное все-таки а похвала должна быть ну уже я близок к концу в результате исследований проведенных Алексеем Валентиновичем в 1974 году была опубликована его монография первичные ритмы возбуждения в антогенезе и в этот же год была защита его докторской диссертации вот здесь Евгений Михайлович поздравляет Алексея Валентиновича с защитой в результате многолетних исследований вражденных автоматиков Война Ясенецкий сформулировал понятие первичных ритмов возбуждения под ними он подразумевал ритмы возбуждения присущие сложно организованному организму как сложно организованному организму так и одиночные изолированные находящиеся в неколебующей среде клетки и дальше я позволю себе засчитать выводы которые писал в этой книге формирование периодизма ритмического возбуждения клеток есть результат подчинения колебательной кинетике происходящих в них биохимических процессах периодическим воздействием внешних сил в эпоху ранних стадий развития жизни на земле именно в это время простейшие организмы должны были согласовать кинетику своих биохимических процессов с ритмами колебаний физической среды чтобы не оказаться с ними в противоречии и далее вся совокупность добытых тамифактов приводит к необходимости признать что процесс развития функций в онтогенезе определяется тремя основными факторами генетической программой влиянием внешней среды и функций одним из проявлений этой функции является феномен закрепления в фундаменте в фундаменте этой триоды лежит ритм сообщенный первичным живым системам неорганической среды и здесь два вывода которые я перенес из монографии 58-го года поскольку они совершенно органично вписались в то к чему пришел Алексей Валентинович к 84-му году распад функций центральной нервной системы идет в направлении обратным антогенезом при этом на каждом уровне регресса проявляется интеграция несвойственная соответствующему этапу антогенеза все формы двигательных нарушений включая клонические и тонические судороги являются формами движений осуществляющихся данным животным на определенных этапах антогенеза и подчиняются координационным механизмам свойственным соответствующим этапу антогенеза в заключении я могу сказать что используя в работе антогенетические экспериментальные клинические методы и рассматривая полученный результат с позицией функциональной эволюции мы имеем возможность задать как писал Эрбелли эволюционному процессу определенный ход направления в одну или в другую сторону что мы можем начать и закончить этот этап обратного регрессивного или прогрессивного развития по своему произволу тогда когда нам это угодно и на том объекте который нас интересует значит здесь собственно околонаучная часть у меня заканчивается дальше я хочу поблагодарить сотрудников лаборатории которые содрожно вспоминали что с ними было в те годы и искали иллюстрацию всем событиям ну а дальше несколько фотографий просто вот как оно живется вот неопознанное фото это Алексей Валентинович с кем-то из вроде как московских гостей делится не только духовной но и жидкой пищей это фотографии 1974 год после защиты диссертации поздравления в коллективе лаборатории новогодние гуляния у Владимира Леонидовича Свидяцкого ну и эта лаборатория это собственно состав лаборатории воина Синецкого в последние годы дальше немножко назад Алексей Валентинович на даче у Леона Абгаровича поздравления с 75-летием Акадеина Карбели вот единственная наверное фотография где все дети Валентина Феликсовича воина Синецкого собрались вместе то есть она вообще наверное единственная потому что детских фотографий они есть но их нет нигде чтобы они все постояли вместе значит вот здесь Михаил Валентинович Алексей Валентинович Валентин Валентинович и Елена Валентиновна это они в Крыму приезжали к отцу ну и дальше воина Синец занимающийся процессом обучения фотографии рыбалка экспедиции на моря это обсуждение диссертации Арнольда Викторовича ну и собственно вот некие такие отрывочные фото не стало Алексея Валентиновича 5 июня 85 года он похоронен на Сестрорейском кладбище рядом могила его и могила его жены благодарю за внимание следующее слово имеют как записавшиеся Москаленко Юрий Евгеньевич где ты? а где? ты здесь? те чего не надо? как тебе назовите? моральная помощь? да вот это конечно очень я сейчас оказываюсь в очень сложном положении дело в том что пару месяцев иногда я присутствовал получаю теперь разговоре о сегодняшнем мероприятии о том что будет утупление и встречаясь несколько раз Алексеем Валентиновичем как-то вот очень глубоко вошло мне вот как-то вот душевно память он как образ как человек его человечность и я сказал что я хочу выступить но когда я сказал это меня записали но после этого мне надо было думать о чем я буду говорить вот это я немножко потерялся потому что с одной стороны в течение нескольких лет я там был социалист Валентиновичем мы в первой встрече были еще там в старом институте на Лесговто мы занимали шестую квартиру по улице Печатников а он занимал четвертую квартиру как раз под нами ну и мы часто общались вот надеятельно и ходили в гости и вот тогда и произошло одно событие которое ну отложилось у меня в памяти именно как процесс мысли как процесс ну чисто человеческого ближения дело в том что Алексей Валентинович пожаловался не случайно пожаловался ему подсказали что вот я немножко понимаю в электричестве и вот может быть я могу побыть ему полезен в тех исследованиях которые он пробует но я с большим интересом конечно согласился и увидел что он действительно работает интересными надо было как-то зарегистрировать движение маленького эмбиона гуриного эмбриона совсем движение размах и движение довольно большой но все попытки приспособить какое-то крепление к этим лапкам или какое-то другое приспособление было невозможно и вот мы придумали тонкие платиновые проволочки и дальше измерение электрического импеданта который менялся зависит от расстояния между этими электродами этими лапками и методика пошла и вот вы знаете наблюдение за Алексеем Валентиновичем момент находения идеи ее осуществления вы знаете это ну я его воспринимал как он так внутренне радовался этому что я как-то воспринимал больше как ну как не как статуя он сначала был статус ну как сверстника сверстника между нами был сам сам жоп между временем именно сверстника которую мы делаем интересную задачу и вот когда была решена эта задача мне показалось что вот вот так и должен работать учебник то есть мелочи образ складывается из мелочей и вот искренность полная искренняя отдача выполнений ну достаточно рядовой задачи вот это было характерным для Алексея Валентиновича для его и выступления и последующая разработка этой идеи дело в том что идея оказалась очень плавноформой потому что если в то время ритмология только начиналась то теперь ритмология изучение ритмов различных процессов является одним из интересных и ваших направлений физиологии функций это интересный и с точки зрения развития эволюции функций поэтому эта работа явилась весьма любопытным и она получила определенное признание ее среди прочих институт представил на всесоюзную хозяйственную выставку тогда она еще называлась ПТХБ но уже в это время переименовала выставку дотяжения народного хозяйства и мы получили с Алексеем ученичем медали за эту работу и вот это был очень приятный момент он тоже радовался как ребенок я не чувствовал никакой разницы в возрасте то есть эмоциональный фон который создавал Алексей Малинчевич он как-то втягивал притягивал к тебе но Алексей Малинчевич был не только таким однажды мне приходилось вовремя очень суровым обстановкам суровой ситуации ситуации когда здесь это указом ниже проводилось обсуждение заметки не к двору когда появилась заметка о том что в институте вы не как директор окружающих этого зала не было еще тогда и вот тут Алексей Валентинович выступая и обсуждая привел удивительную твердость и определенность своих мыслей направленности коррекции этого неправильного и предъявленного материала и вы знаете у меня такое впечатление что именно Алексей Валентинович сыграл немаловажную роль в положительном решении этой проблемы и своей бескомпромиссной определенностью мнение что именно так было а не как иначе как пытались предать это вот оппозиционная сторона вот эти два момента у меня и доходят в памяти у меня Алексей Валентинович всегда будет догоняться память как искренний исследователь радующий находки и грозный страж науки вот этими два момента мне и хотелось отметить в своем выступлении больше другие все встречи много было рады они были обычные разговоры и они так сказать не отложились в памяти но то что я сказал это глубоко отложилось в памяти и сразу всплыло у меня как только я подумал об этом выступлении спасибо один из организаторов этого семинара сделал это специально чтобы самому выступить Георгий Хамазастович пожалуйста а вы я себя я имею право вот так спасибо спасибо дорогие глядь во первых мне лично очень приятно этот семинар как его проходит потому что Сергей Владимирович очень волновался как его провести сегодня мы сделали блестящее просто блестящее о чем Галюрия Евгеньевна пораживает а вот тот экскурс родословный который сделал Николай Петрович правда у него есть свои заинтересоваться Переслава Залезки это его больше но я сейчас о другом вот в этой книжке первичное возбуждение в антогенезе смотрите сколько закладок посвященных проблем сна когда я работал суды начали работать то я ее внимание обратил и сам обратился на одно положение Алексея Валентиновича что есть диссолюция не только патологии но есть диссолюция функциональная диссолюция которая развивается при переходе от бодрствования ко сну когда скрываются механизмы сформированные в раннем антогенезе вот тут я зачитаю в развитой нервной системе ауфтоксидия составляющая ее элементы подавлены в разной степени если большинство моторною ровно скреплено ее полностью то в других лет она находится в состоянии близком к пороговому готовая вырваться наружу при образовании нужных к тому условиях такие условия могут создаваться в результате перехода организма в состояние сна и у нас в аппаратуре мы всегда отмечали те результаты которые Алексей Мюнхинович получал при воздействии кислородного отравления и он выделял две формы распада центральной нервной системы каталептическую и эпилептическую каталептическую когда распад развивается до эпилогического уровня и эпилептическую когда распад развивается до струловых образований это мы всегда брали на вооружение в своих работах по сонологии и вот это представление очень перекликалось здесь схема пяти уровней регуляции двигательной активности которая в 1947 году была представлена Алексею Николаевичу Берстейну чудесно это вот от стволовых и до картикальных от поздных движений к движениям речи и письма вот все это очень было большим подспорьем в нас и раньше еще раз спасибо большое Алексею Николаевичу за его чудные мысли которые работали и с самозумителями и продолжают работать я честно пользуюсь своим правом если у кого-то есть интересные воспоминания это ради Бога у меня в запасе есть только воспоминания о не научных не антинаучных а не научных встречах с Алексеем Валентиновичем поэтому ну что можно вспомнить да ну да Розенгард не может не похвастать приятно начинать своей биографией значит когда я окончил технологический институт я теперь говорят я получил красный диплом это в раке я получил синий диплом синий раз были дипломы но все равно меня направили в Тамбов и в Тамбов на карте генеральный кружков означен не всегда он прежде город был лопальный а нынче город хоть куда но я попал в Тамбов начальником смены в на завод в Анилина в Анилина в Анилина в Анилиновой цех да еще не просто в Анилина цех а цех а закрасителей это был самый главный цех ну мое царство там было недолгим я подхватил я замерз на этой самой вагоне грузовом вагоне и попал в больницу попал в больницу по блату и там в больнице я оказался с очень приятным инструктором обкома партии естественно мы были на прелегированном положении вся эта преамбула настоящее действие происходит дальше главный врач этой больницы естественно нас опекал ну не меня а этого инструктора кома двое обижали в палате опекал ну вот и он нам как-то вечером рассказывая байки рассказал о том что он всю войну здесь проработал в госпитале он был хирургом и вот там я впервые услышал фамилию воина и сенецкий он его называл воина и сенецкий без всяких без луки именно как профессор воина и сенецкий и значит он рассказал страшно много таких бытовых интересных вещей варен фельсович это я уже потом выучил его имя отчество значит что во первых так он разрешал его вызывать вне зависимости вне зависимости от прохождения церковных ритуалов значит можно было прерывать церковные ритуалы если была необходима его медицинская помощь значит его очень хорошо знали врачи потому что его книга была настольной книгой врачей это мне потом рассказали мои родители они тоже учились она вышла первые издания очерки гной хирургии и сталинская премия которая была ей присущена в 1946 году это очень существенно окрестило положение и Валентин Феликсович потом он прежде чем он оперировал он во первых просил согласия больного во вторых ну потом он еще значит осенял крестом место операции так он так рассказывал этот салон короче говоря нарисованный портрет на меня произвел огромное впечатление я понятия не имел какой это иллюзий ничего я не знал химик и все потом уже я приехал в Ленинград поступил в этот институт и с течения обстоятельств я узнал что у нас в институте работает Войн Ресенецкий ну судя по всему значит я сопоставил имена отчества и все я рассказал Алексею Валентиновичу об этой встрече Алексей Валентинович очень так ну проявил какой-то интерес причем такой иронический интерес и вообще наши с ним отношения были достаточно ироничными он был с хорошим чувством юмора но таким воспринимающим юмор скорее не дающим воспринимающим здесь присутствует Лев Гершевич в магазине который не даст собрать как мы с тобой на новогоднем вечере в этом самом в малом зале лоху мы торговали этим самым новогодним подарками но торговали мы очень своеобразно это не наше Лев или это твоя была бы думка их мы их паковали в одинаковые мешки а и за них господа присутствующие платили ты помнишь какой ажиотаж был сколько денег появился стали платить бросились профессора платить огромные деньги по тем временам но а мы уже подменяли эти самые мышки и уже это было не случайно ну иллюстрация Генецинский за большие деньги купил себе бигуди причем он должен был выигран раскрыть это и показать воин Исенецкий за большие деньги купил себе пупса и там была надпись еще пожелать нам немного осталось чтобы ребенку у вас нарождалось что выиграл не выиграл а купил за немалые деньги Юрий Евгеньевич Москаленко я не рискую сейчас раскат ты-то помнишь помню ага мрачно сказал у меня не было больших денег ну да но все равно ну нет ну вы купил ночной ночной горшок вот и вот 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 такие ну это была это была царя все отношения были такие веселые вот 59 год был да да это с 58 на 50 да я четко вычисляю потому что у меня там не было соответственно а ты зарывал до тебя до появления ну да ну вот это было подожди это было до института нет это было еще вот да вот когда он летал на 50 на 60 и еще я оказался в чудном путешествии тогда были эти экскурсии за город и у нас были совсем экзотические экскурсии мы были в одной из первых экскурсий на Соловка вот одна из первых только открылась жили мы в тюрьме монастырской значит длинное помещение этаж это 12 коек это была мужская тюрьма и такое же помещение было для жертвы это не монастырская тюрьма была это монастырь использовался из монастыря сделали а это Алексей Валентинович я ссылаюсь сейчас объяснял что это было ну какое-то помещение наказывали монахов ну вот вот там нет нет то помещение которое было в слоне это было совсем другие туда нас не пускали потому что это было очень еще не оборудованное да ну в общем там и там вот мы лежали с Эльцией Валентиновичем на соседних койках и было очень интересно а там не объяснял устройство монастырей ну в общем он знал и знал это все вообще то что он знал видимо он знал досконально вот ну в общем кроме и поэтому вот у меня остались вот эти воспоминания как об очень доступном и интересном человеке ну вот все больше я не буду трепаться есть желающие все все да пожалуйста если вам удобно то с места да 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 во Factory все знают был учеником соратников и самым большим и самым преданным другом Алексея Валентиновича в тяжёлые годы Алексея Валентина А traveller когда он был в Бафале и ноги отхлынули от Алексея Валентины от Алексея Валентина Алексей Валентинович был всегда рядом и когда после кончины арфии Он сделал все усилия, чтобы увековечить память своего учителя-друга. Он также, все знают, что памятник, который стоит около института, на Гладбище, Арбель, улица Арбель, все это появилось при больших стараниях Алексея Валентиновича. После кончины Леона Абгарыча Алексей Валентинович поддерживал Елизавету Акимовну. Он большую работу провел вместе с Винерской Галиной Евгеньевной и Арнольдом Викторовичем по разговору Архива Алексея Валентиновича. И посмотрите, сколько Бог последнего поддерживал Елизавету Акимовну. Я хочу сказать, что я пришла в лабораторию в 1963 году. В период я застала еще период расцвета этой лаборатории. У Алексея Валентиновича уже была защищена диссертация кандидатская по влиянию, отравляющей влияния кисточного народа, где он, собственно, четко выявилось поэтапное исчезновение двигательной активности. Не суббудное, а строго поэтапное. И это привело к мысли о том, что, по-видимому, и по развивающегося организма формирование геологической активности происходит тоже поэтапно. Поскольку двигательная активность является отражением деятельности нервной системы, то основным показателем было избрано изучение двигательной активности. У взрослого животного, как известно, говорят о спонтанной активности. Почему я спонтанной? Потому что взрослого животного очень трудно понять источник стимуляции данной активности. Алексей Валентинович полагал, что если посмотреть двигательную активность в процессе развития организма, в ходе его антогенетического антогенеза, то можно выявить, какая ритмическая активность является ауторитмической, какая рефлекторная. Это было очень важно. И вот Алексей Валентинович, когда я пришла в лабораторию, Алексей Валентинович, работала Галина Евгеньевна и Арной Киркович, они работали на куриных эмбрионах, изучали действия света, звука. Раньше они изучали влияние радиации, были интересные исследования. А Дебора Борисовна Галаковская следила за развитием кожных специализированных ритмических движений на свободно подвижных кратчаток. И дальше работал Ред Николаев Диабин. Он тоже работал на кратчаток и смотрел развитие в антогенетиях альтернативных движений и конечностей. Надо сказать, что они смотрели еще влияние на формирование двигательной активности, влияя на трофическое влияние симпатической нервной системы. Когда я пришла в лабораторию, Алексей Валентинович сказал, «Мне нужно знать, как развивается ритмическая двигательная активность у плодов. Вы будете работать с плодами крысы». «Вот вам ванночка, сказала он, поставите меня, была огромная ванна. Вам в помощь Толя, это значит, плодовик Анатолий Васильевич». Далее он разрешил мне работать по изучению трофического влияния симпатической нервной системы на развивающиеся крысятки. Вот это было начало. У нас работа пошла хорошо с санаторием. Вот как-то даже весело. Очень были красивые записи, потому что была очень хорошая методика. Методика Боина-Синецкого-Баскаленко. Какие-то четкие записи без всяких наводок. И скоро были получены четкие результаты. Результат был получен такой. Что в годах крысят, до шестерства, дня плодного развития, нет собственной ритмической активности выраженного только в сердце. И эта активность в общем не нуждается ни в попу, ни в попе с симуляцией. Она возникает сама по себе. Алексей Валентинович Павлакал, что это врожденное свойство как мышечное искание, как ритмическому возбуждению. После шестнадцатого дня, до шестнадцатого дня, прикосновение к различным частям тела не вызывало никакие изменения. После шестнадцатого дня, прикосновение к кончику носа вызывало быстрое развивательное движение крысетка. Так назывались джемы. А далее, со временем, со временем, эти джемы стали возникать спонтанно, уже без всякого прикосновения. Их становилось все больше и больше. Они как бы склеивались и отразовывали ритмическому отношению. И артилисты, в самом случае, за втором веке, что это ритмическое отношение, в общем-то, это ритмические отношения, для выпеки уже ритмической луфе. То есть для возникновения этой активности нужно какое-то расторжение. Хотя уже, когда у вас уже нет, когда это проявляется спонтанно, это определить нельзя. На кем-то, в этом случае, мы идем и применим антибиотический подход, выявим, что ли, роду ритмическая активность. И в одном случае сердце – это ауторитмическая активность, которая не нуждается ни в какой-то ситуации, в запуске не нуждается. И дальше ритмическая активность, которая не нуждается в запуске. То есть ей должна быть ритмическая активность, ритмическая активность. Человеческая активность. Аналогичное образование все так же и боковые мышцы. Вначале прикосновения к боковой поверхности я вызвала одиночные боковые, боковые, сдувания. После они сливались, и получился тонус, мышцы длительные. Таким образом, Алексей Репченович, изучая сходы антибиотеза, формирование ритмической активности, мог определять, уже в конце активности, говорить, что это порядка антибиотеза, а вот эти ритмические ингредиции, аренда, пересекционные. Результаты ингредиентки, по крайней серии, они были обуви полосы. Надо сказать, что вскоре, после полевода прийти к Полисимовичу, был в должности директора снятий Мерден Крепский и Мерден Крепский. И тогда в институте был поставлен запрет на разработку учения Евгения Роккаревича как тратические публики для древней системы. И соглашавшихся обвели составляющими свойствами на разработку. И единственное лабораторие в институте, в котором какой-то чудом Алексеевна Кирилович сохранял эти исследования, была его лаборатория. И наша лаборатория продолжалась исследования влияния терапевтического влияния снижения. Томаша. Я предпомдаю шестнедческое арке. Это был очень хороший лаборатория. Я хочу сказать И дружный, хороший колители. Больше я не сказала кана Баранта, а Людмила Алексеева Полякова или Людмила Евгеньевна, Людмила Капеля, как я могу сказать, Молоковский, который по лесу и веществе. Я хочу сказать, что в период мы очень рады с вами на моратории. Алексей Валентинович был профессиональный фотограф, и все, конечно, мы заражались, и все мы тоже были фотографами. И по вечерам, собираясь, показывали изумительные слайды, что приносил. Прекрасные закаты, восходы. Это очень было прекрасно. Он навозил нас на природу и, в общем, как-то проявлял всегда любовь к путешествиям. Он вообще был разносторонним, интересным человеком. И можно было так, чтобы, например, в большой комнате все сидели вот еще в этом здании и ставили опыты, и вдруг он спрашивал, скажите, пожалуйста, а вот кто нашел и откопал Трою? И вот он смотрел, и было любопытно, уровень наших интересов. Ну вот, далее, далее, далее пошло, да, ну я хотела сказать, значит, что было изучение действительности крещат. Крещат у меня были свободного поведения в автографе, а автограф, если я не знаю, что за запись была, да, я все не сапогли. Дарья Михайловна, спасибо вам огромное. Огромное спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, еще раз вспомним Алексея Валентиновича. Очень приятно. Вот этот шаг в глубину, он приятен. И давайте не прекращать этой деятельности. Это я говорю сам себе. А почему только себе? Нет, ну потому что это я обменяю в нашей с Георгием Фавловичем обязанности по исторической комиссии. Спасибо вам большое. Спасибо. А ты что, все взял? Спасибо.